Народ, добро пожаловать на новую серию по спаржи. Приехал я только что домой, с лету поменял бачок омывателя, стекол. Был он у меня вот таким вот страшным, грязным, непонятным и с дыркой. Я узнал об этом, когда мы собирали передние крылья, точнее варили. И когда я увидел вот это, я долго очень матерился. И пришлось бы очень много запихивать, но я не стал. Все, поменял, все сделал. Кстати, хочу сейчас вам показать балку заднюю в задних дисковых тормозах, которые я продаю. Кстати, залил жидкость со вкусом баблгама. Пробовать, конечно, не стал, но и выглядит здорово розовым цветом и пахнет очень вкусно. Так, в общем, вот задняя балка, моя с 11, вот на дисковых тормозах. Новая ступица с новыми подшипниками. Подшипники, кстати, вы могли видеть в одном из прошлых видео я показывал, покупал. Также мех Серега полностью перебрал, обслужил суппорта. Все покрасил, аккуратно восстановил, подварил. Хотя, в принципе, она так была нормальная. Почистил все шпильки. Так что, если что, обращайтесь к кому нужно, если я уже не продам к тому времени, пока выйдет видос. Стоит это дело 7000, но если кто-то из соседнего города, то продам за... Ну, понятно, что дешевле, поскольку вам надо приехать и забрать ее. Я заколебался и вести, она тяжелая. Думал, будет хотя бы полегче. Просили показать, от чего у меня задний поводок дворника. Он от Лады Ларгуса. То есть, вот такой вот он цельный, красиво, аккуратный. Более такой современный, проработанный. Но единственная проблема, подобрать нормальную щетку. Чтобы он не упирался сюда в спойлер. Ну, и не застрелал, собственно. У меня сейчас такая проблема есть. Нужно его где-то откусывать, наверное, посюда, либо вообще по вот эту часть. Потому что, если судить так, то он прям вообще заходит и сюда упирается. То есть, пока еще эту проблему не знаю, как решить. Но я взял самую маленькую эту щетку. Но все равно ее еще пришлось подрезать, вот эту самую резинку. Оказывается, она еще надо железку как-то подпиливать. Читал я это в одной из групп ВКонтакте, там про одиннадцатый. Чувак как раз ставил этот поводок, а щетку какую ставил, не указал. Я вот сейчас сам думаю. Ну, пока зимы нету, пока не заморачиваюсь. Но постоянно боюсь случайно включить задний дворник. Потому что он у меня чего упрется. И может опять сгореть моторчик дворника. А стоит он две с половиной тысячи. И как бы, я и так его ради, получилось его саморезы снять. Как бы, а свой старый поставить на саморезы. То есть, сэкономить. И еще, чтобы этот сгорел, как бы, ну не хочется. Также меня спрашивают, как живут ступицы, точнее подшипники ступицы на таких колесах. Ответ прост. Очень легко. Они нормально живут. Ничего с ними не случается. Потому что нагрузка на них не такая уж сверх большая. Я ездил на 8-сантиметровых проставках. И последний раз я менял ступичные подшипники в прошлом году. Но поставил какое-то говно. Вот совсем недавно я, по-моему, у Виталика ставил задние ступичные подшипники. То есть, я уже ставил именно вазовские. Сейчас не назову. Но если вспомню, здесь будет картиночка. И название точно подшипников, которые я ставил. Ну, именно оригинальные вазовские ступичные подшипники. Я всегда ставлю оригинал. Никогда не ставлю Китай. Ну, только на балку. Но это секрет. Спереди я вообще менял, по-моему, один раз. Или вообще не менял с того момента, как купил. И даже вот до сих пор сколько езжу на таких колесах. Я съездил и в Сочи на них. До Тюмени. Вообще, ни шума. Ничего с ними не делается, если ставить нормальные подшипники. Оставил я последний раз, по-моему, назад. Как раз-таки с галимой подшипники за 500 рублей. Одна штука. А так нормальные подшипники стоят около 1100-1200. Где-то так. Так что вот. Можете ставить оригинальные подшипники. И не бояться, что что-то развалится. В принципе, не экономлю на запчастях. То есть, если сломалось, значит поменяю. А можно даже в купе. Потому что, как бы, смысл. Это автоваз все дешево. И бегать постоянно. Там, как бы, экономить. И бояться все менять. Ну, я не вижу смысла тогда. Машина ездит и пускай. То есть, на то она и машина, чтобы ездить. А не бегать постоянно за ней. Вопрос. Хорошо ли себя ведут колеса с такими проставками? Сразу могу смело сказать, что ведут себя колеса отлично. Управление нифига не страдает. А наоборот, только повышается. То есть, у меня сейчас проставки стоят 4 см. Алюминий. То есть, ну, не максимально, конечно, легкие. Но можно было еще сделать их легче. Но смысла не вижу. Это пока у меня временный вариант. Так-то колеса у меня были только на один сезон. На прошлогодний. Этот сезон я просто докатываю. И ищу себе диски в нормальных параметрах. То есть, поэтому пришлось взять проставки пока. То есть, вы не думаете, что я постоянно буду ездить на разварках? Нет. Я себе ищу нормальные тапки. И поверьте мне, будут просто бомбезные тапки. Просто то, что было на фестивале, просто не будет сравниваться. Это я вам обещаю. Так, в общем, вот. Машина на проставках ведет себя довольно-таки здорово. Мне нравится ее управление. Шустрость в поворотах. Понятно, что на таких тяжелых лаптях это... Немножко небезопасно. Все-таки играет роль инерция, что ли, на поворотах. Потому что все равно нагрузка на подшипники, на подвеску совершенно другая. Но я как бы не боюсь, потому что у меня стоит чуть ли не... По-моему, максимальный стабилизатор, который можно было впихнуть. То есть, 22 миллиметра. Еще плюсом усиленный. С усиленными яйцами к нему. И треугольные рычаги. Вот именно все это дело ставил, что машина на трассе и... Ну, вообще, на дороге велась я просто отлично. И ничего на таких лаптях не отвалилось. Не дай боже. Ту-ту-ту. Ну, что вот. А 4 сантиметра, причем у проставки, потому что... Я вот именно готовлю поставить новые колеса, которые будут в больших параметрах. С хорошим таким вылетом, но в 2 раза легче, чем вот эти колеса. То есть, если вы хотите поставить ступичные проставки даже. Ну, вообще, просто увеличить свою колею, можете смело делать. Но это надо тоже не экономить и делать все сразу качественно. И заказывать только хорошие компоненты. То есть, опять же, хорошие ступичные подшипники оригинальные. И алюминиевые проставки. Также еще не забывайте, что это все зависит от вылета колеса. То есть, вот как Серега, который мне все, в принципе, делает. А он себе на двенашку поставил 5-сантиметровые проставки. Просто проставки именно. Не переходные, а именно проставки. То есть, он использовал, я так понял, ГБЦ-шпильки удлиненные. Воткнул себе их в ступицу. Поставил проставку. Просто меняющая вылет. Опять же. И все. И то есть, у него все отлично работает. Он тестирует, вроде бы как радуется. И ничего плохого о проставках я не слышал. Так что, можете смело, опять же, ставить проставки. Не бойтесь. Все будет у вас держаться. Будет все ездить. И опять же, я уже езжу, грубо говоря, месяц, наверное, на этих проставках. То есть, на этих колесах я уже езжу 2 года. То есть, и все эти 2 года, тот же, получается, у меня же переходные проставки. То есть, все показывает себя отлично. Правда, с крепежом такая небольшая проблема, то, что на болтах суппорта все это держится. Конечно, бы хотелось именно к ступице все это дело приметить. Избавиться вообще от проставок. Все равно это, хоть как ни крути, но ненадежно. Но, опять же, не надо переживать. Если вы ездите спокойно, у вас никуда ничего, ни при каких обстоятельствах не денется. Просто надо все хорошо затягивать и следить. То есть, и все будет здорово. Эти кислороди уже добавили чуть-чуть кастома к ухлопу. Под отскреб, арки. Ну, такое, пойдет. Может податься в маляры. Вот такой слой. Продолжение следует... Проехали сейчас на наши местные гоночки по драк-рейсингу. Парень, ну на байке, ну на роднике уже что-нибудь. О, красавчик, это не смертый его. Он наконец-то думал, что убрать фотосикал. Фондором на сток. Нормально? Собственно, и закончились наши тагильские гоночки под названием драк-рейсинг. Проехала сейчас домой, благо живу здесь буквально за углом. Сейчас начал, ну, заехал на заправку еще, начал заправляться. И у меня оказывается, что начал спускать патрубок пневмы. Сейчас на рукой залез, благо диск большой, как бы рука пролазит, пощупал. Думал сначала опять по верхней резинке и спускает. Ну, в салоне, которая идет через шток. Нет, оказывается, вот шланг протерся. Или как правильно назвать, пайп или что-то типа того. Ну, завтра, не знаю, разберу, может что-то придумаю. Это, скорее всего, перетерло из-за того, что хомут, на котором все держится, он слишком сильно передавливает патрубок, и он там, грязь, затерся. Потому что его буквально подвинешь, он начинает спускать, а сделаешь его обратно, как-то вплотную, он перестает спускать. И держит 7 атмосфер, но это много так-то. Там, скорее всего, маленькая царапина, но я не знаю, что делать. Надо будет, наверное, сначала изолентой залечить. А так, по-хорошему, полностью все, которые идут из кузова до стоек, вот эти вот шланги, поменять по нормальной, армированные какие-нибудь. Газовые, там, или какие-то такие делают, чтобы вот прям максимум... Потому что это самые больные места, постоянно их перетирают. Сделал я вот в таком сетапчике, ну, как обычно. То есть, ничего не изменилось, кроме того, как я помыл машину и чуть-чуть подубрал салон. В принципе, убрал только эти задние сидения, спинки и все. Но без них реально стало громче ездить. С ними, они, оказывается, очень сильно подавляют шум. Также наклеил наклеечки с планквиля. Наконец-то мне пришли сегодня вонючка и наклейка. А то что-то на фестиваль не выдавали, а купить забыл. Вот, кстати, наша наклеечка новая. Мы организовываем свой фестиваль по станцухе в Тагиле. Будем делать первый раз, волнительно. Ищем спонсоров, ищем площадку, чтобы все получилось очень круто. Хотя бы что-то наподобие планквиля, на который мы ездили сейчас первый раз в этом году. Вот так. Ладно, хватит трещать, надо идти на горшок и спать. В те время еще позднее. Но я пока просто не могу выбираться в город, кататься. У меня тут небольшие проблемы с паровами, которые я получу только в следующем месяце. А так, пока возле дома двигаюсь. Также все жду Серегу. Сейчас мы должны уже загнать. У него остается неделя до фестиваля в Первоуральске. Забыл, как называется. Просто тюнинг-шоу в Первоуральске будет проходить 30 июня. Да, июня. Это буквально возле Екатеринбурга. То есть, не доезжая нам до Екатеринбурга, чуть-чуть свернуть направо, и мы уже на месте. По трассе поведу я сам, потому что девушку отпускать боюсь. Со спаржи управляюсь только я. Мало вообще кто садился за мою спаржу, так по сути. Ладно, но речь не об этом. Все, остается ровно неделя. Надо сделать задние арки. Блин, еще подсветку хотелось сделать хотя бы. Надо поменять ремень ГРМ. Правильно же вроде. Ну, короче, ремень у меня подходит вместе с подшипниками, натяжителями и всякими прочими делами. Очень жутко свизжит уже, изнемогает. И чтобы в один прекрасный момент он мне не отвалился. Так что вот так. Ну, а все, пацаны. Такая небольшая серия получилась. Надеюсь, вам понравилось. Извините, снимать особо нечего. Все ждал, пока мы начнем арки с Серегой. Ну, следующий выпуск, наверное, будет уже, как мы что-то подготавливаем спаржу к фестивалю. И, наверное, едем на фестиваль. А может и так же весь фестиваль в целом. Ну, не знаю. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лососи побольше. Давайте наберем 30 лососей. Ну, лайки я имею ввиду. И следующий выпуск выходит сразу, тут же. Пусть он будет не доснято, но постараемся, опять же, отснять. Тут же выходит. Так что вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Инстаграм. На Инстаграм моих друзей, которых я всех указываю. Все. Не забывайте лайки. Всем спасибо. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok